Уборочная кампания в хозяйстве Белеца Агро идёт уже четвёртую неделю. Ежедневно хлеборобы здесь убирают порядка 3% площадей и намолачивают в среднем более 100 тонн зерна. Урожайность в этом году уступает прошлогодней. Если год назад с одного гектара в сельхозорганизации убирали 35,5 центнеров, то сейчас гораздо меньше. Этим объясняется и отсутствие в хозяйстве экипажей комбайнеров-тысячников. Однако хлеборобы работают с не меньшей отдачей. Рабочий день у них начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. Поблагодарить агрария в хозяйство Белеца Агро за тяжёлый труд и вручить им награды и премии приехали представители общественных организаций – профсоюзных и молодёжной. Чествовали хлеборобов прямо на рабочем месте, в поле. Уже несколько лет хлеборобы Литчины получают подарки от Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В этом году её руководитель тоже посетил регион. По стране сегодня идёт уборочная кампания и областные организации закрепляют за конкретными районами для поддержки механизаторов, комбайнёров, операторов сушильных агрегатов. Поэтому сегодня мы приехали для того, чтобы поблагодарить семейные экипажи, агробелица предприятия за тот труд, который они вносят в уборочной кампании. Мы уже за этим районом закреплены больше шести лет, и мне всегда приятно приезжать на Литчину. Здесь очень добрые, хорошие люди. И, конечно же, тот взнос наш в их труд, материальное поощрение, поддержка, я думаю, что им очень нужна. И благодаря профсоюзам и профсоюзу АПК, вот профсоюзы здравоохранения, мы стараемся максимально поддержать их и сказать огромные слова благодарности. За тот тяжёлый, я парень деревенский, поэтому прекрасно понимаю, что такое уборочная. Конечно, техника, она другая стала, но всё равно это тяжело. Это труд отзарить на заре. Шестой год работает на уборочной Вадим Карабач. В прошлом году он был комбайнером-тысячником. В этом тоже старается повторить успех в тандеме со своим дядей. Сейчас именно молочено 557 тонн зерна. В погодные условия немножко мешают, а так, в общем, всё хорошо. А вот у Александра Жилина нынешняя уборочная первая в его трудовой биографии. Хотя в хозяйстве Белеца Агра он работает не первый год. Я работаю в этом хозяйстве механизатором. Мы попросили поучаствовать в уборке. Ну, я согласился. Коллеги помогают, комбайнеры, экипажи. У нас тут как бы дружно, ну, идёт нормально. Ну, если что-то надо спросить, то подскажут, помогут, прогулировать как. Ну, нормально. Два брата и отец Александра Жилина имеют прямое отношение к уборочной. Задействованы на разных участках работы. Брат Дмитрий, как и Александр, комбайнер, но в другом экипаже. Братья Жилина, как и ещё четверо хлеборобов хозяйства Белеца Агра, получили подарки от Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В числе шести экипажей комбайнеров, которые трудятся сейчас на полях, знаменитый в Лизском районе семейный экипаж в составе Анатолия Мулинского и Оксаны Втюриной. Тандему отца и дочери уже четыре года. Дважды этот экипаж был тысячником. В этом подбирается к тысячному намолоту. На сегодняшнее утро на его счету было почти 835 тонн зерна. Его вклад в районный каравай отметила председатель Лицского районного объединения профсоюзов Бажена Макарчук. Года, конечно, в этом году подводит. Можно было бы, конечно, и лучше. Но в этом году мы на новом комбайне уже работаем. Будем стараться тысячу намолотить. Мы не будем сдаваться. Будем стараться. Руководитель Лицской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса чествовал молодого водителя Павла Шмуксту. В хозяйстве Белица Агра он работает второй год и второй год участвует в уборке урожая. В прошлом году Павел перевез с полей более 2000 тонн зерна. В этом стремится повторить результат. И первая тысячи им уже перевезена. Все зависит от погоды. Мы стараемся, как бы, работаем. Ну, в этом году то жарко, то дождь. То есть, дождь стоим, ждем погоды. Как только солнце просушит немножко, солнце, ветер, сразу выходим. Технические вопросы стараешься устранять в свободное время. То есть, стараешься целый день отработать. Ну, либо в процессе дня какие-то там мелкие поломки. Стараемся, чтобы выезжать каждое утро без поломок. Цели какие-то конкретные для этой уборочной ставили? Ну, знаете, лучше не ставить. Оно все идет само. То есть, получится, значит, получится. Очень приятно, что почествовать наших работников, которые принимают участие в уборочной компании. Приезжает председатель областного комитета профсоюза работников здравоохранения. Ну, и очень приятно также чествовать лидеров. Павел Шмукста – молодой водитель и райком БРСМ не остался в стороне и поздравил его как водителя тысячника в рамках республиканского проекта «Молодежь за урожай». Это очень здорово, что молодые труженики села с таким энтузиазмом работают, что они во благо страны, во благо нашего Лидского района делают такие высокие результаты. И, соответственно, наша общественная обезья не может не замечать таких молодых, харизматичных, стремящихся к каким-то результатам людей. Во время уборочной кампании представители профсоюзных и молодежной организаций планируют посетить все хозяйства Лидского района и почествовать всех участников жатвы 2021. Ведь в горячую пору такая поддержка – отличный стимул для работы.